Прием витамина D улучшает эффективность мышечных сокращений в ходе нового научного исследования. Впервые была установлена связь между уровнем витамина D в организме и эффективностью мышечного сокращения. Кроме того, также было обнаружено, что прием витамина D способен улучшать функцию скелетных мышц. Данное исследование было представлено на недавно проведенной ежегодной конференции Общества эндокринологии в городе Харроген, Великобритания. Витамина D Здравоохранение, которое к тому же продолжает расти. А между тем, данный гормон просто незаменим для здоровья костей. Помимо ухудшения состояния костей, распространенным симптомом дефицита витамина D является повышенная мышечная утомляемость. Такая утомляемость может быть обусловлена проблемой в митохондриях, так называемых энергетических станциях, присутствующих в каждой клетке нашего организма. Для производства энергии в подходящей для клеток форме, форме энергетической молекулы под названием АТФ, митохондрии используют глюкозу и кислород. Между тем, для инициации движения мышечным клеткам необходимы большие объемы АТФ, поэтому они используют креатинфосфат в качестве готового доступного источника энергии для производства АТФ. Кроме того, митохондрии также восполняют запасы креатинфосфата после каждого мышечного сокращения. Время, затрачиваемое на данное восполнение, характеризует эффективность митохондрий. Чем лучше их функция, тем меньше времени уходит на восстановление запасов креатинфосфата. Ученые университета Нью-Касла под руководством доктора Акаши Синха изучили время восстановления запасов креатинфосфата у людей, страдающих тяжелым дефицитом витамина D. В ходе данного исследования для оценки динамики уровня креатинфосфата в ответ на тренировку ИКР использовалось магнитно-резонансное сканирование, проведенное до и после курса приема витамина D в форме пищевой добавки. При этом данный эксперимент является первым в своем роде. В результате было установлено значительное сокращение времени восстановления запасов креатинфосфата после перорального приема в фиксированной дозы витамина D в течение 10-12 месяцев. В среднее время полувосстановления запасов креатинфосфата уменьшилось с 34,4 секунды до 27,8 секунд. В результате приема пищевой добавки витамина D абсолютно у всех испытуемых отмечалось ослабление утомляемости. Кроме того, в ходе параллельного исследования было обнаружено, что низкий уровень витамина D в организме связан с ослаблением функции митохондрии. Таким образом, данный эксперимент впервые демонстрирует взаимосвязь уровня витамина D с эффективностью мышечных сокращений, а также показывает, что его прием в виде пищевой добавки ускоряет мышечный аэробный метаболизм. При этом, несмотря на то, что данное исследование является сравнительно небольшим, оно доказывает правильность концепции и взаимосвязь между витамином D и митохондриями человека. Механизмы, лежащие в основе этого эффекта, представляют собой область для дальнейшей работы данной исследовательской группы, которая также поставила себе цель определить, может ли прием витамина D в виде пищевой добавки ослабить симптомы дряхлости в пожилом возрасте или повысить спортивную результативность атлетов. Руководитель исследования доктора Акаш Синха, научный сотрудник университета, отмечает, Наш эксперимент является первым подтверждением наличия связи между статусом витамина D в организме и мышечной аэробной функцией. В своей работе мы использовали неинвазивное сканирование для того, чтобы получить уникальный биохимический взгляд на мышечный митохондриальный метаболизм во время физической нагрузки. Окно, позволяющее взглянуть на мышечные процессы во время работы мышц. Те, кто страдает дефицитом витамина D, часто испытывают симптомы мышечного утомления. Наши результаты, полученные при использовании небольшой группы пациентов с очень низким уровнем этого витамина в организме, показывают, что при улучшении статуса данного гормона также значительно улучшается эффективность мышечных сокращений. Однако, для того, чтобы разобраться в механизме этого эффекта и оценить вероятность получения положительных эффектов людьми, не страдающими дефицитом витамина D, в результате его приема в пище в виде пищевой добавки нам необходимо провести дополнительные исследования с более высоким числом испытуемых. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok